В качестве вступления и первого куплета мы будем использовать аккорды. В правой руке будем играть арпеджиата. Бас, третья, вторая и первая струны. Аккорды будут Ля мажор или А, и Ре мажор или Д. Два раза для вступления. Так повторяется. Дальше идёт первый куплет. Здесь у нас получается в куплете аккорд Ля мажор, Ре мажор. Какое вступление? А дальше у нас Си минор. И снова аккорд Д. Дальше мы должны повторить это. Снова Ля мажор. Дальше будет два аккорда вступления. Ну, точнее, два вот этих вот аккорда, которые меняются с Ля мажор на Ре мажор два раза. Но мы возьмём новый вид аккомпанемента. Здесь будет играться так. Сначала у нас играется бас, третья струна, вторая с первой вместе. Это как бы первая часть. Дальше мы играем бас-аккорд быстро и аккорд-бас обратно. Это вторая часть. Сюда пойдёт. Значит, первая часть. Это вторая. И третья часть. Аккорд и бас-аккорд коротко. Аккорд, бас-аккорд коротко. Первая часть. Вторая. Третья. Первая часть. вторая третья и медленно бас аккорд бас аккорд бас аккорд вторая часть третья часть и так будет на разных аккордах сначала нас ля мажор идет соответственно раз у нас ри мажор значит у нас в басу будет четвертая открытая струна на этом аккорде как основной бас и весь второй куплет соответственно нас будет на этом ритме значит припев здесь у нас получается так в припеве фа дес минор аккорд мы играем бас аккорд потом у нас будет ля мажор тоже бас основной и аккорд фа дес минор у нас шестая струна в качестве баса в ля мажоре пятая струна дальше у нас будет аккорд д только взят он будет так сначала будут открытые струны и тут же после этих открытых струн мы должны сыграть хаммером весь аккорд и удержать эту ноту и потом в конце еще добавить еще просто аккорд который можно взять либо щипком либо ударом вниз вот это можно сделать соответственно как либо ударами боем либо все щипком вторая половина припева у нас получается си минор в таком ритме у нас получается щипком берется аккорд пятая струна четвертая третья вторая вместе си миноре аккорд бе потом аккорд ре мажор или д здесь три струны четвертая третья вторая вместе и также отдельно первая струна если это сделать сложно можно соответственно сделать по очереди то есть не по очереди а просто аккорд взять то есть раз-два-три раз-два-три раз-два раз-два-три раз-два и получилась целиком припев дальше у нас идет следующий опять же обыгрыш точнее отыгрыш после припева как у нас обычно ля мажор ре мажор ля мажор ре мажор два раза и здесь уже можно взять кроме у нас было во втором куплете точнее такой вид теперь мы можем его изменить послушаем что там еще получается вот заканчивается наступление припевает и дальше на след вот в принципе можно сыграть здесь не такой агрессивной припев идет можно сыграть 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 2. Вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх. Тан-да-да-да-да, там-да-да-да-да. Там-да-да-да-да, там-да-да-да-да. Или же ритм, который у нас был. Вот этот ритм, только взять его боя. Вниз-вверх, вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вниз-вниз-вверх. Либо что-то подобное. Вот, в общем, короче говоря, примерно такой припев, точнее, бой должен быть. Что касается отдельно бриджа, значит, там у нас получаются аккорды ми-мажор, ре-мажор и в ля-мажор приходят. Потом си-минор, ва-ди-с-минор и ре-мажор. И повторится. Си-минор, ва-ди-с-минор, ре-мажор. Посмотрим это место. Си-минор, ре-мажор. Здесь хорошо бы сыграть ритм такой. Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вверх. На первых двух аккордах. Вот у нас аккорд ми, аккорд ре. Получается вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вверх, потом ре-мажор. И потом ля-мажор полный, который был там. Пам-пам-пам-па-пам-па-пам-па-па-пам-па-па. Вниз-вниз-вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вниз-вниз-вниз-вверх. И следующая часть тоже. Два коротких. Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вверх. Следующий. Фа-ди-с-минор. И опять на ре-мажоре длинный. И повторится опять. Фа-ди-с-минор. Фа-ди-с-минор. Фа-ди-с-минор.